Это видео зафиксировала камера наружного наблюдения. Владелец оставил свой автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома. Чехол, накинутый сверху, по всей видимости, чем-то привлек бездомных собак. Сначала они долго его обнюхивали, а после перешли в наступление. Утеплитель псы разодрали. А вот уже видео, где собаки с лаем бегут за малолетними детьми. Нападать не напали, зато испугали. И это не первый случай, когда бездомные собаки показывают свое недовольство и даже агрессию. Буквально на днях на женщину напали несколько собак, пытались разорвать шубу. Вы понимаете, дети, несмотря на то, что территория закрытая, они проникают на эту территорию. Они уже начинают покусывать детей на нашей территории. За калитку дети боятся выйти. В магазин дети боятся выйти. В школу тоже невозможно ходить. При мне был случай, я шла с детьми, и собаки сзади пытались напасть на детей. Несмотря на то, что рядом шел взрослый человек. Многоэтажки на этом пятачке бездомные собаки давно подмяли под себя. В страхе псы держат не только детей, но и взрослых. Супруга Дмитрия Юрманова также была жертвой нападения бродячих животных. В апреле текущего года мою супругу укусила собака во дворе дома. К сожалению, камеры не зафиксировали. Но остается фактом. По этому случаю обращались в полицию. То есть дежурная часть приехали, зафиксировали всю информацию. Как бы серьезных последствий не было. Но в любом случае ездили, проставляли уколы. На следующий же день соседку по дому также укусила собака на этом же месте. Также обращались в полицию. Но не знаем, довели дело до конца, отловили собаку. Татьяна Баташова по этому участку дороги прогулочным шагом давно не ходит. Больше передвигается в ускоренном темпе. А вечерний эмоцион совершает всегда в компании. Я проживаю в этом доме уже два с половиной года. Постоянно здесь собаки. Стая собак. И вот нынче отправила ребенка своего буквально к бабушке в общежитие. Вот как раз вот этой дорогой. И она мне позвонила, говорит, ее встретить. Потому что я вот хожу, говорит, этой дорогой в баню. И на нее вот напали собаки. Как раз вот здесь, на этой дороге. А был случай летом, я также шла с работы, вот этой дорогой, с остановки, с ночи. Шла рано утром. И тоже их здесь стая бежала. И также они на меня напали, собаки. Поэтому не успели. Успела схватить палку, как бы. И вот так вот задом вот так шла. Но рычали прямо агрессивно, прямо так они развернулись. Я думаю, все, сейчас съедят. Бездомные собаки держатся здесь всегда стаями. По отдельности на прохожих они не бросаются. Как правило, находится одна заводила, которая к нападению подбивает остальных. Дмитрий Юрманов не раз обращался за помощью к представителям власти. Однако на постоянные просьбы мужчины никто не реагирует. Еще месяца три назад было 15. Ну, сейчас наблюдается там 5-7 собак. Обращались неоднократно. То есть, мною лично написано порядка 10 обращений на различные порталы. Как краевые, так же в прокуратуру обращался. Как бы и везде ответ один. То, что, ну, вопрос решаем. Передали заявку в подрядную организацию по отлову. Но остается фактом. Вопрос по большому счету вообще никак не решается. Заниматься отловом бродячих псов должна городская администрация. У них для этого есть все полномочия. Они имеют право заключать по тендеру контракты и находить подрядчиков, которые будут отлавливать животных с целью их дальнейшей стерилизации. Деньги на эти цели выделяются. То есть, по факту, есть все для того, чтобы решить проблему, как в других городах, цивилизованным способом. Но у власти почему-то никак не получается. А между тем, у стерилизованной собаки, по мнению ветеринарных врачей, меняется отношение к миру, и она становится менее агрессивной. Со стороны администрации просто надо более плотно подойти к решению этому вопросу по подбору подрядчиков. Раньше был один подрядчик, сейчас уже другой. Какой-то частный предприниматель выходил. Здесь, наверное, надо все-таки сообщать, решать вместе с МИН, получается, Министерством сельского хозяйства. Сейчас, как видите, все подрядчики находятся и выходят и так далее. Мы все-таки не такой уж маленький город, и все равно такие подрядчики найдутся. Как будет решен вопрос с бродячими животными, неизвестно. А пока сотрудники городской администрации затягивают с решением проблемы, дворняк на улицах Краевого центра становится больше. Таков закон природы. И его тоже никто не отменял. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok